Всем привет, котаны и котанессы, меня зовут Лео, и вы на канале Лелео. Жуткий месяц закончился, начался ноябрь, но у нас слик каждый месяц это жуткий месяц. Поэтому мы решили начать его с двух инди-хорроров. Первый это поучительная история о том, что бывает, когда вы очень голодны посреди ночи и встаёте, чтобы перекусить. Со мной такое вообще-то часто бывает. А вот наша главная героиня не ожидала, что это обернётся в хоррор. Ну что, поехали! Двенадцать часов ночи. Блин, я так проголодалась, пришло время перекусить. Итак, наша дамочка встаёт с кровати, у неё почему-то выключен телек, видимо она смотрела какой-то вечерний сериал и забыла его вырубить. Давайте исправим эту ситуацию, выключим телек. Так, у нас там на телефоне какие-то новые сообщения от папы. Привет, милая, когда ты собираешься снова навестить меня? Три дня назад? Два дня назад? Там у тебя всё в порядке? Один день назад. Ты знаешь, что бывает с плохими девочками, которые не отвечают своим отцам, правда? И этот контакт заблокирован. Кажется, у неё проблемы с отцом. Определённо, у неё есть какие-то проблемы с отцом, она не хочет с ним общаться. Ладно, теперь осталось выяснить, есть ли у неё проблемы с мамой. Кстати, тут какая-то вот записка лежит на столе. Привет, дорогуша, мне нужно уехать, я знаю, что ты всегда просыпаешься посреди ночи, потому что любишь пожрать. Так что я оставил тебе еду на холодильнике. На холодильнике? То есть, типа, это какая-то холодная закуска? Ну ладно, окей. Что ж, я не забыл, что у тебя проблемы с телефоном, мы скоро его починим, ладно? Ну ладно, пароль от Wi-Fi 631, затёртая циферка 4, с любовью мама. И что это значит? Значит, что ручка потекла. Или же там всё-таки три цифры, она сначала просто другую цифру написала. Но, видимо, сегодня мы без интернета, я сегодня не смогу пообщаться со своими подружонками. В Роблокс не поиграю, ничего не поиграю. Ну не знаю, может быть, можно подобрать циферки, там вроде не так сложно должно быть. А есть ли там какие-то цифры, которых на самом деле не существует? Стоп, подождите-ка, я почему-то думал, что у неё комната, типа, с дверью, она просто живёт. Ого! На каком-то втором этаже, что это? Это чё такое? Это, кажется, скрипучие лестницы. Звук такой, как будто бы это у меня там чё-то, я не знаю, колени скрипят. Скрипучие хлебницы. Мы что, в этом доме вообще что-то свет не выключаем? Вы посмотрите, и здесь телек работает, и там какие-то крутящиеся оленята. Но здесь сериал с оленями не закончился, поэтому они до сих пор идут. Я не знаю, выглядит так, как будто бы это какая-то ночная программа для детей, которые хотят вызвать демона. Ладно, мы здесь не для этого, мы здесь для того, чтобы перекусить немножечко. У нас дома очень темно, выключатели у нас... Оп, а, вот и свет. Всё, всё работает. Ты слышишь, да? Посмотри, я включил вообще... По-моему, это у меня какие-то ботинки скрипят. Я сплю в таких ботинках разношенных, и там ничего не происходит. Так, давайте нажмём Е для того, чтобы открыть холодильник, и у нас там просто... Полно еды. Офигеть. Просто вообще шикарно. Даже есть какие-то типа крылышки из KFC. Ладно, возьмём, значит, крылышки, и давайте присядем, наверное... Так, холодильник забыл закрыть. Я постоянно... Я так голодна, что постоянно забываю это сделать. Так, давайте-ка. Садимся и начинаем есть наши шикарные крылышки. Ну ничего, неплохо. Неплохо. Мне нравится ещё, кость такая, знаешь, как для собак. Да-да-да. Ох, ладно, немножечко подзарядились, теперь пришла пора лечь в кровать снова. То есть подзарядились. Подождите, а она что, сейчас поспит, а потом опять захочет поесть? Не знаю. Я не могу уйти и не оставить свет. Подожди, телеки ты, значит, оставляешь, а свет ты... Ну ладно. Не знаю, может, у них какая-то странная экономия, может, это какая-то лампа, знаешь, работающая от лунного света. Типа того, она даже не выключается. Окей, так. Значит, забираемся по нашей скрипучей лестнице. Очень медленно хожу, потому что у меня ботинок. Что это, подожди-ка, что это, где я? Это какой-то коридор. Я куда-то еду помочь, что это? Эй, где моя комната, где моя лестница? Что здесь происходит? Ладно, давайте пойдем по коридору. Давайте пойдем по коридору. Куда, что это? Что происходит? Кто-то? Кто-то? Что это? Слушайте, определенный кто-то... Может, кто-то сверху? Где это? Кто-то вырывается. Я не знаю, кто вырывается. Я пока что просто вижу, что я иду куда-то вперед, кто-то орет. А кто это... Эй! Может, там кто-то бежит? Ты можешь посмотреть? О, дверь! Наконец-то! Наконец-то! Так, закрыт! Может быть, это пароль от Wi-Fi? Какой был пароль от Wi-Fi? 6, 3, зачеркнуто 4! 4, видимо, надо попробовать... А, вот как... А, вот как... А, вот как... Не успели! Что ж, на этот раз я не прогадаю. На этот раз я понимаю все, что происходит. Значит, сначала выключаем свет, потом поднимаемся наверх. Еще раз, значит, там 6, что-то там 4, да? 6, 3, что-то там 4. 6, 3, что-то там 4, окей. 6, 3, что-то там 4. Так, окей, окей, окей. Скорее бежим. Бежим. Так, ладно, все круто. Все круто, я знаю, что дверь спереди. Это замечательно, просто прекрасно. Но, знаешь, в чем делали? Нас, по-моему, съела какая-то свинья. То есть, эта игра... Определенно напомекает нам на то, что мы свиньи. Потому что мы едим посреди ночи. Вообще-то, честно говоря, это выбор каждого человека. Я не знаю, едят ли свиньи ночью. Ну, да. Нет, подожди, свиньи, по-моему, всегда едят. Ну, вот именно что. Так, давайте. Так, можно всегда быть свиньей. 6, 3, что-то там 4. Так, 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 так. Да. Открывай заходим. Быстрее, 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 быстрее. Где я? Куда мы провалились? Куда-то падаю? Что происходит? Я не знаю. Куда бежать? Ух. Ух, это был просто страшный сон. Это страшный сон. Да. Так, секундочку. И что это? И что? Отец. Отец был свиньей? Подожди секунду. Серьё, подожди, то есть, типа, она не общается с своим отцом, потому что он свинья. Видимо, это что-то типа детских травм, которые превращаются в такие жуткие кошмары. Подожди, может быть, он приходит ей как раз в кошмарах, свиньей, как Фредди Крюгер. Да. Да, возможно. Возможно. Поэтому всем отцам, которые смотрят это видео, будьте добры к своим детям, иначе они будут видеть вас во снах в виде свиней или ещё кого-нибудь похуже. Роскошный мужчина. Потрясающий. Катаны, сегодняшняя наша вторая история, а точнее игра. Её очень сильно просили в Дискорде, как только я рассказал. Нет, она называется Мистер Пропер Экс. Это вот этот лысый джин. У него есть, видимо, какие-то проблемы с уборкой, и мы сегодня будем иметь с ним дело. Что, какую секундочку? У него нет никаких проблем с уборкой. Да, зачем тогда мы ему? Ну, я не знаю, может быть, он хочет обучить нас уборке. Что ж, давайте попробуем научиться уборке. Так, где это мы? Вообще-то я думала, тут будет роскошный мужчина. А этот тебе чем-то нероскошный. Мне кажется, голова отваливается. Да, ещё у него какие-то копытца, как у дьявола. А почему я сплю на каком-то... Что это вообще, как-то матрасе, вообще, бомж, что ли, какой-то? Что это за квартира, какими-то цветочными обоями? А почему, когда ты спишь, он наблюдает за тобой? Это нормально, это частенько бывает. Ты спишь, потом просыпаешься, а за тобой всю ночь следил какой-то странный лысый мужик с серьгой. Какой-то роскошный мужчина. Ладно, давайте поговорим с роскошным мужчиной. Проснись и пой, сегодня твой счастливый день, мистер. Уборка, это для меня самое важное в жизни, и я хочу поделиться этой важностью с тобой. Ничего себе. Мне кажется, чем дольше смотришь на него, тем быстрее он трясётся. Возможно. Может, он нервничает. Не знаю. А теперь быстро, живо, вставай, солдат. Хорошо, окей, окей, мне всё равно не нравилось на этом ковре. Так, что ж, давайте приступим. Давайте приступим. Так, о-о-о-о, что это такое вообще? Похоже на солому или листья. По-моему, это реально листья. Давайте поговорим с ним, что он скажет. Картинка, знаете, как будто бы на следующей неделе сушиться буду. На улице всегда так грязно. Понятия не имею, как всё это попадает сюда. Как бы там ни было, давай, приберись-ка. Хорошо. Может быть, тут потолок дырявый. Я не знаю, как там можно закинуть листья. Ну, не знаю. Может быть, может, вот этот вот штуки. Это не лампочки вовсе, а реально дырки там на улице. Там просто очень светло. Что ж, давайте приберёмся немножечко, уберём эти листья. О, как хорошо ты убираешься. Да, я молодец. Так. А теперь давай в следующую комнату, мистер. Окей. Хорошо, хорошо. Только не смотри на меня так. Пожалуйста, не смотри на меня так. А, это чё, чё, чё это такое? Это похоже на какую-то простынь. Эээ, думаешь? Эээ. Нет, похоже на то, что кто-то очень плохо переварил свой завтрак. Какой ужас! Ладно, мистер Пропер, что вы нам скажете? Эти дурацкие птицы постоянно здесь гадят. Но не беда. Магический мистер Пропер, торговая марка, уберёт то, что они здесь натворили. И ковры будут блестеть, как золото. Хорошо. Давайте заставим. Это реально у него всё уличное в доме. Весь уличный мусор. Может у неё там просто какая-то, вот мы сейчас через все коридоры пройдём, там будет какая-то огромная дверь, и оттуда всё это летит. Ладно, что ж, давайте попробуем. О, слушай, а мистер Пропер, ты реально ковры убирает просто вообще? Потрясающе. Потрясающе. Подожди-ка, то есть получается, что это всё вокруг ковёр? Ну да, у него такой огромный... Это ковролин ли это называется? Ковролин. А, ну ладно, ладно. Он везде постелил ковролин, как странно. И недальновидно. Ладно, пойдём в следующую комнату. Так, что у нас тут? Молоток. И чё он делал с этим молотком? Так, он говорит... Ооо, это работа для двух приборов. И она моя самая любимая. А что это? Это какая-то статуя. А-а-а, всё ясно, всё ясно. Это статуя женщины без рук. Кто там была женщина без рук? Венера Милоская. Ну, я не знаю, как она у него здесь. Но это, по-моему, не она. Это копия. Это дешёвая копия. Ладно, видимо, её надо раскрошить сначала, а потом при помощи вот этого совочка убрать всё. Да, мистер? Смотри, вот куда бы я ни повернулся, он всегда смотрит. Ну, конечно, он же обучает тебя уборке. Ты посмотри-ка, он поворачивает. Ладно, мистер Пропер, вы там так с ума не сходите, а то шею ещё сломаете. Окей, возьмём совок, веник и подметём то, что... Да я убираюсь, убираюсь уже, всё в порядке. Давайте уберём это. Шикарно, ну чё, ты доволен? Отличной работы, мистер. А ты просто создан для уборки, верно? Ооо. Конечно, особенно при помощи вот этого суперроскошного средства. А эта комната какая-то очень пустая. Так, окей. А чё тут надо что-то перебирать? А всё, что ли? Всё, я закончил своё обучение, сэр. И куда дальше? Понятия не имею. Так, может тут как-то по углам что-нибудь там что-то типа... Что это? Эй! Почему пространство такое замкнутое? Я не создан для уборки. А, что? Что, подожди, секундочку. Подожди. Кажется, я проснулся опять там же, но здесь нету мистера Пропера. Он поставил вместо себя зеркало. То есть, типа, смотри на себя в зеркало, ты теперь выглядишь как я? Что это? Теперь две кучки листьев! Окей, так. А, сегодня ещё хуже. Ну ладно, ты знаешь, что делать. Конечно, я знаю, что делать. Сейчас мы... Темновато здесь, конечно. Так, и листья мы прибрали. Они ещё так подсвечиваются. Ну да. Да, он специально ставит освещение под мусор. Я вижу что-то ужасное. Это что, вороны? По-моему, это как раз те птицы, которые здесь разводят вот это вот всё. И нам... У нас лежит молоток. Молоток? Не знаю. Подожди, а что такой странный какой-то красный? Он что-то на солнце, что ли, перегорел? Или он как вот эти старики, которые... Чем старше становятся, тем больше краснеют. Сделай что-нибудь с этими птицами. Так, ладно. Ну, а можно их убрать с веником и совком? Нет. А что это за странные какие-то птицы? Из чего они сделаны? Я не знаю, но... Из какой-нибудь... Какая-то странная материя. Материал из Minecraft. А-а-а! Что? Так, нет, подожди, а можно средством? Я не хочу. Так, всё, простите, птички. Давайте вот средством вас польём. Нет? Мне кажется, средством надо убирать кровь уже. А, да? Ну ладно. Оп, всё. Вот, это же супершикарное средство. Странное какое-то. А потом, что он нас заставит идти грабить банки, там, умочить людей, а потом всё это тоже там средством следы заметать? Ладно, окей. Простите, птички, я даже не уверен, что вы настоящие. Так, берём, короче, вот это средство. Быстренько. И немножечко вот эти ковры. Оп, оп, всё. Всё роскошно, всё как новенькое. Так. А это что такое? А почему она кровавленная? Это... Она кровавленная. А, нет, это свет. Какой-то странный. Нет, мне кажется, тут все краснеют вечером. А, да? Так, и что он тут говорит? Эээ... Эээ... Знаешь что? Я вообще-то люблю скульптуры. Лео, тебе не кажется, что это не скульптура? Это какого-то мужика или женщину залили цементом или бетоном и потом раскололи. И там, типа... Хотя позвоночника нету. Ладно, окей. Хорошо, сейчас... Сейчас я всё поправлю, мистер Пропер. Пожалуйста, пусть там не будет мозгов. Пусть там не будет мозгов. Эээ... Так, эта штука не раскалывается. Может, с другого чуть начало? Ага, то есть это не работает? Не... Не работает. Может, мне не надо... Типа... Эй! Эээ... Опять... Опять эта комната? Этот мистер Пропер живёт в каком-то очень жутком замкнутом пространстве. А может быть, совочком просто подмести и всё? Статуи сов... Ну, попробуй, давай попробуй. У меня уже просто нет других вариантов. Он говорит, отлично. Спасибо. Спасибо. Прекрасно. Совок эти статуи не берёт. Эээ... Он говорит, оставь их и иди спать. А, всё, всё отлично. А чё мы все просыпаемся? Тут всё темнее, темнее, темнее. Что это за... Зеркало светится? Эээ... Эээ... Ээээ... Тут теперь будут везде зеркала. Да, и вот статуя опять та же самая. Какой смысл в том, чтобы ломать эту статую? Так, и тут ещё птицы опять. Здрасте. Здравствуйте. Вы пришли мстить мне за своих павших друзей? Это не я, это всё заставил меня сделать мистер Пропер. Так, непонятно, что здесь делают птицы. Кстати говоря, я отсюда ни разу не выходил из этого подвала с тех пор, как одним осенним вечером попал в это место. А, подожди, по-моему, комната какая-то другая теперь. Ого, то есть мы нашли выход из дома. Почти. Что ж, будем ещё раз смотреться в зеркала. Опять комната вся завалена всякой фигнёй. Ну ладно. Займусь этим утром. Видимо, я тоже посреди ночи проснулся для того, чтобы поесть. Секунду, мы что, круг сделали, что ли? Ну, я не знаю, тут всё такое замкнутое. Угу. Жду не дождусь увидеть, что же мистер Пропер приготовил для меня утро. Невежество это блаженство. Первая концовка из двух. Ничего себе. Эээ, то есть, типа, попробуем получить вторую концовку? Да. На второй день мы решили не убивать птиц, а просто отправиться вот куда-то вот сюда. Я не знаю, стоит ли сейчас смотреть в зеркало или не стоит. Птицы должны быть живы. Вот они все здесь. И... Что-то изменится или нет? Так, пока ничего. Вот мы... Мы просто идем, вот здесь всякие листья... Эээ... Давай проверим. Я не знаю, по-моему, это просто угол. Что ж, придется опять сидеть здесь целую ночь, эээ... Думая, что все в порядке. Знание это ад. Первая концовка из двух. То есть, мы получили, как бы, две концовки. Две концовки, но они все первые из двух. Да. Каждая концовка первая. То есть, мы знаем, что мистер Пропер психопат. И... Типа, мы сидим в подвале. А еще, мы можем все это проигнорировать и просто делать то, что он нас заставляет. Убивать птиц, там, вот эти всякие штуки и прочее. Что ж, это была довольно-таки философская игра. У нас сегодня получились две философские игры. Одна про игнорирование, а другая про взаимоотношения со своими родителями. Так что, катаны, будьте понимающими друг к другу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте смотреть наши хэллоуинские выпуски. Они как раз уже доступны на нашем канале. Также, пишите комментарии. Вступайте в наш суперламповый дискорд. И увидимся в следующих видео. Всем пока. А я пойду выкину мистера Пропера. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok